Уже с начала следующего года Красноперекопск и его район могут стать единым городским округом. Это позволит решить многие социальные вопросы. Например, транспортная система, которая не обеспечивает комфортную перевозку пассажиров. Решится и бюрократическая проблема, особенно в сфере имущественных и земельных отношений, а также ЖКХ. Сейчас в районе нет ни одного МУПа, который занимается коммунальными вопросами. Обслуживание поселков и сел ведется на условиях договоренности. Полноценное обслуживание сел и поселков МУПами позволит быть уверенными в своевременности работы коммунальщиков. Кроме того, тарифы на услуги ЖКХ не будут превышать городские показатели. Это, несомненно, существенный плюс для населения. Кроме того, не нужно бояться, что смена статуса территории лишит населения социальных благ. Все льготы, пенсии, обслуживание в больницах и учеба в школах сохранятся. Новый муниципалитет будет однородным и единым, уверен в Красноперекопском горсовете. Сейчас работа районных властей неэффективна. Мы практически непроизвольно уже объединены в Красноперекопск и Красноперекопский район. Это выражается даже в таких службах, как наша полиция, это Красноперекопск, называется уже два района. Такое слияние – не новое явление. Подобным образом поступали города Московской и Оренбургской областей, а также многие другие. Там, как и в случае с Красноперекопском, причина была в низкой эффективности районной экономики и самоуправления в силу раздробленности территории. Существующую инфраструктуру необходимо было заменить. Так, в селах и поселках больше не будет депутатского корпуса, но по Совету Крымской общественной палаты сохранится исполнительная власть. Чтобы утвердить эти изменения, городу и району для начала придется пройти общественные слушания. Никита Егоров, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ.